YouTube-канал «Познавательная аудиокниги с иллюстрациями» представляет 100 великих тайн медицины Станислав Зигуненко За последние сто лет в медицине произошли громадные изменения. Сегодня хирурги творят чудеса. Далеко продвинулась фармакология, анестезиология, диагностика, протезирование. Но чем более совершенными становятся методы лечения. Утончаются инструменты научного познания человеческого тела. Тем более тайн и загадок открываются взору ученых. Вот лишь некоторые из них. Что такое интуиция? Как мутирует вирус гриппа? Какова природа зрения и слуха? Что такое летаргия? Возможно ли бессмертие? Существует ли телегония? Возможно ли клонирование людей? Об этих и многих других тайнах медицинской науки рассказывает очередная книга серии. 100 великих Веча Часть 1 От древности до наших дней Врачеватели каменного века Медики Месопотамии Премудрости времен фараоновых Секретная медицина индейцев Йога Камасутра Что еще? Китайская грамота Отец медицины и его коллеги Медики Тревнего Рима Эскулапы славян и скифов Легенда об исходе Всемогущий Авиценна Или слово о каноне врачебной науки Магия Мавра или молитва врача Секреты Леонардо да Винчи Парадоксы Парацельса Пилюли Нострадамуса Оборотни Мифы и факты Был ли вампиром Дракула Как течет кровь Или круг Уильяма Горвея От вскрытия могил к научной анатомии Полевой цирюльник против порохового Яда Опыты с живым электричеством Зловредная спорынья Или от чего бывают бунты Тайна смерти Наполеона Бонапарта Причины кончины Пушкина Жизнь и смерть хирурга Пирогова Часть 2 Тайны 20 века Филиппинские хиллеры, целители или киллеры Человек-магнит Огонь в человеке Или почему он сгорел до тла В огне брода нет Информацию дает Волос Что сказал покойник Религия на грани с медициной Последнее желание Ленина Или оживут ли замороженные Пулями пробита наша ДНК По следам Садко Секреты искусственной крови В голове дыра, а пациент жив Способна ль думать Голограмма Этот призывный запах любви Химия чувств Зрение без глаз Сила взгляда Осторожный гипноз Жизнь под напряжением Лунатики-убийцы Воздействие на подсознание Или трагедия на ранчо-эйко Играв Убийство Диверсии с телеэкрана Смерть по приказу мысли Мозголомы Или легенды про псигенераторы Часть 3 Беды наших дней Самая противная болезнь Лаборатория во рту Ох, уж это язва Чахотка в 21 веке Инопланетный грипп Загадки менингита Клещи нас взяли в клещи Беды Бешенство Правда про рак Коварство лучевой болезни Секреты сенной лихорадки Бич-Вича Угрозы и грехи Гепатита Ползучие заразы герпеса Проказы-проказы Или страшное проклятие лепры Пришельцы в мозгу Люди дождя Болезни Альцгеймера Шифры шизофрении Дым для дураков Или чары наркомании А вы слыхали Мужчины с Марса Женщины с Венеры Эволюция людей Машин Часть 4 Экзотика современности Врач в телевизоре Или лечение издалека Человек Стеклянный Умные пилюля На очереди Нанолекари Органы в печати Связанные незримой нитью Или феномен близнецов Разведчики эволюция Цветной слух Или несколько слов о синестезии Потерявшие память Где будильник у петуха Стареющие не по годам Живущие вспять Секрет бессмертия жемчужницы Бурятское чудо Живой мертвец Когда выключить покойника Или кого считать умершим Питающиеся Солнцем Победите Умереть Сокровище Виагры Или вся правда О синей таблетке Размеры Имеют значение Или рассказ Про пятую ногу Я беременна От любовницы мужа Тайны телегонии Чужое лицо Или махнем Не глядя Голова Просит новое тело Запчасти Для человека Словно хвосту ящерицы Купим новое тело Трактат о пользе Заболеваний Если вы хотите, чтобы YouTube канал Познавательная аудиокниги с иллюстрациями развивался и рождались новые познавательные аудиокниги Вы можете пожертвовать любую сумму на дальнейшее развитие канала И обязательно подпишитесь на канал Сбербанк Карта Мир 2202-2003-5961-7568 Яндекс.Деньги 4100-11-80-99-76-789 Вы можете приобрести недорого эту аудиокнигу в формате MP3 А также заказать любые другие аудиокниги Оставив заявку в контактах моего канала или посетив мою группу ВКонтакте Все ссылки даны в описании этой аудиокниги и в шапке канала Часть 1 От древности до наших дней Врачеватели каменного века Кто не курит и не пьет Тот здоровеньким помрет Знаете сколько десятилетий А может и веков этой сентенции По крайней мере в обед сто лет Как пишет в своей фундаментальной книге «История медицины» Т Сорокина До возникновения палеопатологии, науки Изучающей заболевания и различные отклонения у человека прошлого Бытовало мнение Что первобытные люди были абсолютно здоровы Все болезни, дескать Принесла с собой цивилизация Но это утверждение оказалось весьма далеким от истины Как показало изучение останков первобытных людей Их кости несут на себе следы не только травм Но и болезней, артритов, опухолей Туберкулеза, кариеса, зубов Палеонтологи свидетельствуют В каменном веке люди жили в среднем от силы лет 30 И кончали свою жизнь чаще не в постели А в пасти какого-нибудь соблезубого кищника Да и миролюбивые В общем-то мамонты поняв Что их загоняют в смертельную ловушку Тоже не стеснялись при удобном случае потоптать своих оппонентов Тем более удивительно узнать Что даже неандертальцы не бросали на произвол судьбы своих раненых и заболевших соплеменников Что же касается кроманьонцев Которые считаются нашими прямыми предками То у них оказывается Были свои эскулапы Причем не только знахари и шаманы Лечившие травами и изгонявшие злых духов заклинаниями Но и костоправы, даже хирурги Первобытные люди настойчиво пытались лечить болезни окружающих Облегчать их муки Занимаясь собирательством Охотясь и изучая окружающий мир Они знали свойства многих трав Минералов и органов животных Использовали свои знания в борьбе с болезнями Каменные инструменты времен Нижнего Палеолита 1. Олдавайское галечное орудие 2. Ошельское рубило 3. Ошельское рубило 4. Ошельский колун 5. Ошельское скребло 6. Ошельское острие 7. Часть Ошельского деревянного копья Палеонтолок Дебуа во время раскопок на острове Ява обнаружил скелет тяжело больного Явно хромого индивида Который, по идее, должен был бы погибнуть еще в юности Однако он прожил многие годы, будучи коллегой, за счет помощи, заботы соплеменников Настоящей сенсацией стали открытия Сделанные в пещере Шенидар Северный Ирак, в 1953-1960 годах Археологическая экспедиция под руководством Р. Соля Цеки обнаружила 9 мужских скелетов Меандертальцев Живших 60-30 тысяч лет до нашей эры Особенно поразил ученых скелет мужчины Жившего примерно 45 тысяч Лет тому назад У него имелось серьезное повреждение глазной впадины Он был слеп на левый глаз Заживший перелом костей стопы с выраженным артритом ее суставов Правая рука была ампутирована выше локтя еще при жизни В общем, будучи полным коллегой, мужчина прожил около 40 лет, дольше многих своих соплеменников В захоронении еще одного мужчины из той же пещеры Шенидар были обнаружены лекарственные травы и цветы 8 видов Тысячелистник, золототысячник, крестовник эфедра, алтеи и другие Эти растения редко встречаются в той местности Значит, сородичи умершего специально собирали эти целебные растения О том, что в каменном веке проводились самые настоящие хирургические операции Свидетельствует другая уникальная находка Сделанная в конце 20 века Неподалеку от французской деревушки Энсисхейм палеонтологи раскопали 45 древних захоронений с останками 47 людей каменного века Больше всего исследователей заинтересовал скелет 50-летнего мужчины В черепе которого имелись два аккуратных отверстия Оба они не имели по краям каких-либо трещин и появились явно в результате хирургического вмешательства А не убийство или несчастного случая Одно отверстие в передней части лба было диаметром около 6 см, другое В верхней части черепа На пару сантиметров шире Большинство отверстий в черепах обычно незначительны Рассказала участница раскопок Археолог Сандра Пикхлер из Фрибургского университета в Германии По ним трудно судить Являются они результатом хирургического вмешательства или просто проломом черепа в результате Несчастного случая или драки Но в нашем случае можно видеть ровные, закругленные края довольно крупных трепанаций То есть эти отверстия имеют явно искусственный характер Причем в обоих случаях мужчина благополучно перенес трепанацию и выжил Поскольку меньшее отверстие на лбу полностью покрылось тонким слоем кости А более крупное заросло приблизительно на две трети То есть ничто не указывает на признаки послеоперационной инфекции Итак, у этих древних людей были очень хорошие хирурги и какие-то способы подавления инфекции Говорит Пикхлер Она и ее коллеги полагают Что потребовалось не менее полугода А может, и около двух лет для заживления таких крупных ран Исследователи не знают Зачем понадобились такие операции и как они проводились Хотя по состоянию краев отверстий в черепе можно предположить Что кость долбили и скоблили Орудия каменного века вполне подходили для выполнения подобной операции Кремниевые ножи были не менее остры Чем современные скальпели Трепанации выполнены настолько мастерски Что сразу становится понятно Сделавший их хирург должен был иметь длительную практику Считает Пикхлер Более того, поскольку обе трепанации были выполнены в разное время получается Что после первой операции пациент выжил не только потому Что ему крупно повезло Делавший операцию хирург обладал должной квалификацией и решимостью Когда выявилась необходимость во второй операции Он сделал и ее Кстати, богатый материал для исследования и реконструкции медицины каменного века дают современные Аборигены Австралии и Океании, жившие еще совсем недавно, фактически в каменном веке Их медицинский арсенал достаточно широк Они применяли для лечения нарушений пищеварения касторовое масло Эвкалиптовую смолу и луковицы орхидеи Останавливали кровотечение при помощи паутины Золы или жира игуаны При заболеваниях кожи прикладывали глину Медики Месопотамии Если уж жители каменного века имели совсем неплохие медицинские навыки То что же тогда говорить о представителях более поздних цивилизаций? По всей видимости Месопотамия, родина древнейших из известных нам цивилизаций, восходящих к 5000 году До нашей эры Хотя античный грек Геродот и утверждал Что среди вавилонян не было врачей Это не соответствует действительности По многочисленным археологическим данным понятно Что шумеро-аккадская цивилизация Которая предшествовала в Месопотамии цивилизациям Осирии и Вавилона Обладала довольно развитой медициной Глиняная табличка с рецептами древней Месопотамии Так, при раскопках была найдена печать шумерского врача Которая датируется 3000 год До нашей эры Так что шумерская медицина, вероятно, предшествовала древнеегипетской Шумерские глиняные таблички также содержат немало сведений по медицине В частности, из них можно было бы составить глиняную книгу по акушерству Наряду со всевозможными заклинаниями Таблички также содержат данные о более 300 лекарственных средствах Травах, корнях, семенах Минералах и так далее Причем лечебный эффект ряда средств не вызывает сомнений и сегодня На всех табличках перед указанием лекарства от болезни кратко перечисляются ее симптомы Очень четко описаны, например, признаки туберкулеза Исследователи полагают, что врачи в Осиро-Вавилонском обществе составляли особый социальный слой Отличный не только от жрецов, но также и от ветеринаров, занимавших более низкое положение Медицинская деятельность регулировалась особым законом В своде законов Хамурапи, датируемом не позднее 1950-х годов до нашей эры Перечислено вознаграждение врачам и определены суровые наказания за неправильное лечение Так, если врач успешно вскрывал с помощью бронзового ножа глазной нарыв Пациент должен заплатить ему 10 шекелей серебра А раб – 2 шекеля Но если в результате операции пациент терял зрение, то врачу следовало отрубить руки Наказание смягчалось Если пациентом был раб В этом случае медику достаточно было купить хозяину другого раба При мудрости времен фараоновых Начало египетской медицины окутано легендами Бог мудрости тот считался автором 32 герметических книг Шесть из которых посвящались медицине Однако все они утрачены А потому первым врачом, имя которого занесено в историю Исследователи считают египтянина Секхетьонанаха Окей 3000-й год До нашей эры Он исцелил ноздри царя и был зато удостоен статуи На пьедестале которой имеется надпись свидетельствующая За что врач был удостоен такой почести Еще большей славы достиг имхотеп Окей 2975-й год До нашей эры Главный визирь фараона Джассера и известный архитектор Который, согласно легенде Был также великим врачом Позднее он даже почитался как полубог и покровитель Медицины Впрочем, о реальных его делах на Ниве Медицины практически Ничего не известно Да и вообще мнение о том Что в Египте врачи были обязательно жрецами Довольно спорно Скорее врачи представляли особую касту А медицинские школы в Саисе и Гелиополе существовали независимо от великих храмов Современные знания о египетской медицине основаны на дошедших до нас папирусах Папирус Эберса Датируемый примерно 1500-й год До нашей эры И немного более ранний папирус Смита, являются самыми древними из сохранившихся медицинских текстов Папирус Эберса содержит более 900 рецептов и предписаний Папирус Смита посвящен лечению ран и ушибов Другие папирусы содержат тексты по гинекологии и педиатрии Интересно, что медицина раннего Египта была менее склонной к мистицизму, чем в период поздних династий Когда медики получили возможность ознакомиться с тем же папирусом Смита Написанным в древнем Египте в 1700 году До нашей эры До нашей эры Не исключено Что бесценный документ хранил крупицы медицинских знаний допотопной цивилизации Погибшей во время глобального катаклизма Полагают некоторые исследователи Правда Древние египтяне и сами активно изучали строение человеческого тела Всем известны знаменитые египетские мумии Но чтобы успешно провести мумификацию умерших фараонов и других важных особ Требовалось знать анатомию и проводить самые настоящие хирургические операции Отдельно надо, наверное, сказать о том Для чего и каким образом древние египтяне превращали своих правителей, фараонов, в мумии Одна из распространенных версий гласит Что после смерти фараон должен отправиться в иной мир А чтобы во время перехода из одного мира в другой ион Так сказать Не испортился, его бальзамировали Есть также и версия, говорящая о том Что самобычай и отчасти технику бальзамирования древние египтяне переняли от инопланетян Некогда прилетавших на Землю Египтяне, дескать, имели возможность наблюдать, как экипаж звездолета готовился к длительному путешествию Для этого часть экипажа погружали в анабиоз Укладывая бесчувственные тела в специальные капсулы Операции в Древнем Египте Наскальное изображение операции на головном мозгу Из головы вынимают змей Символизирующих болезнь Таким образом получается Что умершего фараона тоже готовили к межзвездному путешествию Или представим себе на миг такую ситуацию Пишет итальянский уфолог Карло Марати Кто-то из членов инопланетной экспедиции попал в аварию Его положили на операционный стол Разрезали Вытащили внутренние органы и стали их чинить Случайно ставший свидетелем такой операции местный житель рассказал своим соплеменникам о действиях инопланетян Что и послужило основой для создания технологии мумифицирования Интересная версия, не правда ли? Но насколько она достоверна? Ведь мумифицировали своих покойников не только египтяне Аналогичные процедуры проводили также индейцы Буряты и монголы Причем сравнительно недавно в истории мумификации была открыта новая страница Оказывается, что, прежде чем перейти к мумификации тел умерших, древние египтяне тренировались на скелетах Химический анализ скелета периода древнего царства Возраст которого около 4150 лет Дал ключ к разгадке происхождения египетской техники бальзамирования трупов Исследование биохимика Ульриха Везера из Университета Тюбингена Скелета и Ду-2 который, судя по надписи на гробе, занимался торговым ремеслом, со всей очевидностью показали, что скелет перед захоронением прошел специальную обработку Так содержание в костях натрия оказалось в 12 раз выше нормы Судя по всему, древние бальзамировщики сначала отделили плоть от скелета, а затем засыпали кости солями натрия, чтобы высушить их При анализе костей Везеру удалось также обнаружить в них довольно много антисептических Противогнилостных, составляющих Типичных для древесных смол Наиболее высокую концентрацию имели вещества Которые образуются при тлении на воздухе дров из богатых смолой пород деревьев Это означает, что подготовка к захоронению скелета и Ду-2 могла чем-то напоминать процесс, извините Копчение окороков Правда, скелет при этом вряд ли подвешивали и окуривали дымом, скорее всего Нужные компоненты просто наносили на кости в жидком состоянии, так сказать Использовали жидкий дым Столь популярный сегодня В более поздние времена медицина Египта стала носить довольно догматический характер Возможно, это было связано с таким обычаем Пока врач придерживался правил, изложенных в герметических книгах О них мы упомянули в самом начале этой главки Никакое обвинение не страшило его даже в случае смерти пациента, дескать Он действовал Как предписано свыше А вот при любом отступлении от этих правил загибель пациента врача карали смертью Заклинания и магические заговоры составляли существенную часть египетского врачевания Впрочем, врачи практики не брезговали также осматривать и ощупывать больного Причем пульс прощупывали в нескольких местах Что позволяет предположить некоторое представление о кровообращении Слушали биение сердца, которое считалось жизненно важным органом, определяли ритм дыхания Отмечали повышение температуры тела Лечение зависело от прогноза Если повреждения головы или тела казались смертельными Пациенты вообще не оказывали помощи Сложные переломы тоже считались смертельными Раны поменьше закрывали свежим мясом, вывихи вправляли, при переломах использовали шинные повязки Но рискованная хирургия первобытных времен здесь не применялась Правда, высокого уровня достигла гигиена Диета и соблюдение частоты входили в медицинские предписания Тем не менее, многие паразитарные и инфекционные заболевания Характерные для современного Египта Существовали и во времена фараонов Часто встречались заболевания глаз В почках мумий обнаружены яйца глистов Возбудителей шестосомоза Туберкулез позвоночника выявлен у мумий Датируемых примерно 3400 год До нашей эры Артериосклероз, у мумий времен 21 династии Окей Тысячный год До нашей эры И все же, несмотря на отдельные недостатки, египтяне слыли превосходными врачами Их услугами пользовались даже такие иностранные правители Как Кира и Дарий Секретная медицина индейцев Ныне много говорят и спорят о культуре нового света Те же инки или майя не только знали астрономию, имели развитое хозяйство, строили города Храмы и пирамиды Они совсем неплохо разбирались и в медицине Как пишет известный чешский исследователь Милослав Стингл К числу хирургических инструментов древних инков относились бронзовые скальпели различной величины Пинцеты, иглы, скобки, бронзовые ножи туми, напоминающие по своей форме кухонный нож-сечку А также зажимы, которыми лекари перетягивали вены, чтобы остановить кровотечение Врачи племени майя могли диагностировать многие болезни, ангину, туберкулез, опухоли, астму, язвы и так далее Для борьбы с заболеваниями использовались лекарственные снадобья Число которых превышало несколько сотен Помимо растений в составе снадобий широко использовались и многие другие подручные средства В том числе, например, мясо ягуара, хвост опоссума, перья попугая кардинала Наиболее действенные лекарственные средства были затем позаимствованы европейцами Например, некоторые рвотные, мочегонные и слабительные составы Кроме приема лекарств, пациенту прописывали сингаляции ванны кровопускания А также сеансы ритуальных заклинаний, своего рода психотерапия, граничащие с гипнозом Высокого уровня развития достигала и хирургия Майя Похоже, медики, благодаря человеческим жертвоприношениям, а также многовековой практике были довольно хорошо информированы о строении человеческого тела Основным инструментом хирурга служил обсидановый нож, которым вскрывали опухоли, нарывы и даже катаракты Субтитры создавал DimaTorzok